и остаются, они так и существуют и нет ответа на вопрос, который по существу сформулировал Солженицын который сказал, что 20 век Россия проиграла вот с этим трудно спорить и надо к этому добавить значит 21 мы обязаны выиграть, потому что нас просто не будет мы не можем столетия за столетием проигрывать а как, если никакие новые взгляды, новые подходы, новые концепции не появились а старые мифы остаются вот два слова сказать о том, что происходит в гуманитарной науке, в социальной науке я теперь хочу несколько этих мифов попытаться разрушить или может быть хотя бы поставить вопрос, так ли это и не знаю, вы со мной согласитесь или не согласитесь но сразу поясню, что моя задача не столько лично персонально с кем-то спорить я спорю вот с тем состоянием науки, с теми текстами, с теми книгами, которые сегодня публикуются с теми, так сказать, идеями, которые посылаются, с теми сигналами, которые идут из средств массовой информации вот первый миф, который я хочу оспорить я знаю, что здесь есть несколько противников, тем более интересных, которые с этим совершенно не согласны поэтому, возможно, у нас будет оживленная дискуссия не знаю, может быть и будет первый миф, с которым я не согласен здесь речь даже идет не о том, что я предлагаю тезис А вместо тезиса не А вот вообще никакого тезиса нет я предлагаю тезис А вместо нуля, вместо пустоты о чем идет речь? наши исследователи, наши ученые исходят из того, что история России особенно будем говорить о 20 веке, она непрерывна она цепь событий, где одно звено следует за другим где одно вытекает из другого это непрерывная цепь событий я же утверждаю, что российская история разорвана во времени есть страны, разделенные в пространстве скажем, там есть Северная Корея, есть Южная Корея есть Турецкий Кипр, есть Греческий Кипр а наша история, история разорванная не в пространстве, а разорванная во времени потому что историческая Россия и молодая Советская Республика и Советские Советские Советы это совершенно разные государства из этого вытекает очень многое, но в частности государства разные, но история не одна но вообще история не одна у нас же небольшая разница в возрасте мы когда-то в школе учили учебник истории СССР а до этого была история России это разные истории, разные авторы, разные учебники но здесь вопрос не в словах а почему я сейчас постараюсь это обосновать то есть это не просто эмоциональное заявление а мне вот так кажется, ну что с того, что тебе так кажется из чего это вытекает давайте попробуем в этом разобраться для того, чтобы сразу какой-то аналог предложить для тех, кто не согласен я думаю, что все в этом зале не только в этом зале, это почти банально согласятся с тем, что, скажем, Третий Рейх и Федеративная Республика Германия это разные государства я бы не хотел оказаться в Третьем Рейхе а в ФРГ, если меня позовут с удовольствием это был там много раз и еще бы раз по-другому разные государства, это территория одна язык один, народ один а государства совершенно разные и себя, как говорится, слона я не заметил на себе это гораздо хуже понятно почему же историческая Россия и Советский Союз это разные государства первый аргумент эти два государственных образования разделяют и госсимволика и госструктуры и силовые структуры но в Советской России другой герб другой флаг другой гимн другой девиз в России был девиз с нами Бог а в Советском Союзе пролетарии всех стран соединяйтесь Россия это была думская монархия фактически конституционная монархия после шестого года Советский Союз это республика рабочих и крестьян это государство диктатуры пролетариата совсем другие характеристики фундаментальные Советская Россия началась с того, что она исчезла полиция царская жандармерия исчезла появилась милиция вот Брестский мир здесь сидит специалист который мне который эту идею высказал по-моему один из первых вот почему Ленин подписал Брестский мир понятно, что был откат Германии он должен с ней рассчитываться но еще одна цель заключалась в том что надо было распустить русскую армию потому что большинство солдат людей с винтовкой не поддерживало большевиков примерно две трети было против ленинских прожектов и одна треть поддерживала поэтому подписав Брестский мир а по Брестскому миру он был обязан распустить армию ему нужно было для него армия была опаснее чем для Германии и армия была распущена а потом появилась рабочая христианская Красная Армия то есть слушайте все силовые структуры другие вот вам первый аргумент не могу не сказать тут все вызывает ассоциации что ведь в Первой мировой войне Россия входила в Антанту это Англия, Франция и Россия и Антанта воевала против Германии Австро-Венгии и Турции и Антанта победила в войне Ленин умудрился за несколько месяцев до победы Антанты выйти из войны проиграть Германии то есть самый страшный преступник в российской истории Россия была обречена на победу Россия просто не могла не победить она даже не уча даже отмалчиваясь как бы вот Жантанта победила а Россия умудрилась проиграть но это по аналогии значит совершенно другое госустройство госсимволы госструктура Советский Союз Советскую Россию и историческую Россию разделяет между ними произошел полный правовой разрыв 30 ноября 17 года председатель Совнаркома Ульянов Ленин издал декрет по которому весь корпус российских законов который формировался в тысячу лет был запрещен к употреблению все больше жить по русским законам нельзя более того там был еще ряд уточнений что если вы апеллируете к русским это преступление вместо суда присяжных был введен пролетарский суд вместо тех законов формировались совершенно иные законы и мы до сих пор находимся в неправовом государстве хотя Россия была достаточно правовой страной и в разгар перестройки Горбачев бросил такую фразу которую все сейчас вспомнят он сказал наша цель построить правовое государство тем самым он признал что предшествующие без малого 70 лет были в неправовом пространстве и мы все мучаемся и страдаем хотя не каждый это все осознает в чем первая причина у нас нет закона у нас не работает закон он так и не работает ельцинские реформы которые происходили они были остановлены и никакой системы здесь нет кстати вернусь к первому тезису первой формули что Россия и СССР это разные государства они разделены во времени из этого в частности вытекает что никакие оценки России как таковой единое целое неадекватно неправильно вот скажем президент говорит Россия страна правового нигилизма но сталинская да и в общем и путинская Россия да а почему Россия историческая страна правового нигилизма из чего это взято вообще эти оценки туда не подходят были реформы Александра Второго которые привели в суды самых образованных квалифицированных людей и выпускников молодых выпускников университетов русских и свидетельства хроники показывают что люди самых разных сословий тогда в суде чувствовали себя на равных неважно происходить суд справедливый а кстати до этого в России вообще право играло второстепенную роль потому что в той России огромную роль играла мораль а не право поэтому вот говорите какие-то единые оценки в России всегда пьют да в России пьянство ну назову просто пару цифр в 1910 году Россия занимала 70 место по потреблению спиртного сейчас как сказал наш санитар главный санитарный врач Анищенко который боролся с поставками очень плохого воржоми который надругается над нашим народом мы входим в четверку самых пьющих и если в 1613 году средний есть такая статистическая показания среднегодовое потребление спиртного на человека в пересчете на чистый спирт за год ну не важно в 13-м году 4,7 литра а сейчас уже я не могу это поверить буквально 3 дня назад возгласить их было 18 литров в конце СССР было 8-10 литров 13 литров считается 12-13 это критическая масса дальше это идет депопуляция это же политика это же делается это же не с неба свалился при Брежневе происходило сознательное спаивание потому что ничего другого не могли сделать и к несчастью эта проблема становится еще острее поэтому в русские всегда пьют да что дорогие не будем же сами про себя говорить глупости этого не было в России это новые проблемы нет единой России нет единой истории значит разрыв на уровне госсимволов разрыв на уровне права разрыв на уровне морали а что мораль разве в советском соезде другая мораль конечно другая мораль и Владимир Ильич писал собственно этого речь на третьем съезде комсомолом где он говорил что задача новой морали борьба со старой моралью и наша мораль должна поддерживать все то что соответствует интересам коммунизма интересам революции русская мораль поддерживала православные христианские нормы чти отца чти мать и поэтому в советском иконостасе появился постоянно повторяемый кстати в известиях об этом опять была статья большая Павлик Морозов который предал собственного отца в России такое было невозможно чти отца и чти мать а он великий подвиг совершил потому что отца его угробили потому что он донес на него и он поступил это разная мораль разное право разная мораль разные символы страны разная социальная структура и разная собственность большевики придя к властью отменили все сословия ни дворянство ни купечество ни духовя это все все идеи равенства вообще идея равенства несомненно привлекательная несомненно привлекательная кстати мы здесь Сергеем будем спорить он говорит коммунистов мы не будем а ты знаешь что при Сталине коммунистов в тюрьме в лагерях сидели настоящих коммунистов которые действительно верили были подпольные парт ячейки в сталинских лагерях остались совсем другие люди и все этой свиты вождей один Че Гевара пошел в Боливию понимаешь а остальные сидели в распределителях и кормились поэтому где коммунисты какие коммунисты так вот если говорить о социальной структуре то был принят лозунг отменить все сословия и провозгласить социальное равенство замечательный лозунг но как бы не провозглашалось это примерно так как москвичи помнят лет пять назад был вывешен лозунг в Москве я уважаю свой город я плачу за квартиру все сто процентов и кто-то из депутатов нашелся порядочный человек который сообщил вот одновременно с этим лозунгом всем чиновникам московским была снижена квартплата то есть мы за них должны были платить то есть нам предлагали платить полностью из уважения а чиновники видимо не уважают что конечно соответствует действительности они были введены новые льготы так вот идея социального равенства она тут же сопровождалась введением негласным созданием нового социального слоя номенклатуры нового класса который обладал огромными привилегиями поэтому как говорить о социальном равенстве они создали новое неравенство причем тайное негласное незаконное кстати слово номенклатура был ли в СССР марксизм Главное понятие в марксизме, в социальной теории марксизма Это понятие классовой-классовой борьбы Но самый главный класс, который был в СССР, номенклатура Это слово было запрещено к употреблению Ни в какой энциклопедии вы не найдете Это Васленский, профессор, который бежал из СССР Он работал в том университете, я тогда не работал в университете народа Он там работал, уехал в Австрию, там написал блестящую книжку номенклатура И рассказал, что это такое Значит, социальная структура другая Собственность вся была национализирована А на самом деле и банки, и заводы, и фабрики Они были переданы в руки номенклатуры Форма, это считалось общенародное Но реально управлял всем этим правящий класс И в результате государство-церковь Если подвести итоги вот этим рассуждениям Русское государство-государство-церковь, которое было у нас больше десяти веков Превратилось в советское номенклатурно-тоталитарное Идеологическое государство Так это что, то же самое государство, или это другое государство? Если это на себе не видно Слишком много про себя, но не могу удержаться Если когда-нибудь с кем-то надо встретиться Я говорю, ну, ты такой, я рыжий, да? А потом, как-то встретился лет пять назад Какой ты рыжий, ты седой Сам себя же не видишь, да? Вот так и мы свою страну не видим Это другая страна, а мы говорим одно и то же Но представьте на минуту, что мы сидим здесь не час-дорой А мы сидим, не знаю, два месяца и смотрим новости по телевидению И по телевидению нам сообщают, что где-нибудь в Италии произошла некая революция Что президенты Берлускони, вот, надеюсь, здесь итальянских журналистов нет А что их нету больше В доме Япатьево, где-то там под Генуи, вот, их больше нет Что парламент разогнан Что Италия переименована Столица перенесена Все, значит, все национализировано Слушайте, это что-то же самое Италия? И называется она теперь не Италия, а Пенинская Джамахерия Флаг, герб, гимн, все другое Это же другая будет страна А мы как-то не чувствуем, что мы оказались в совершенно другой стране Но самое-то главное даже Да, должен сказать, что вообще вот эти вот Для кого-то, может быть, неожиданные вещи Они были замечены Я вовсе не первый Первым об этом написал, видимо, Василий Розенов Которому принадлежит фраза Которой сплагиатничал Черчилль Который в 1946 году заявил, что над Советским Союзом опустился железный занавес Но он сплагиатничал и неудачно Потому что Розенов-то писал иначе Он в 1918 году писал, что над русской историей С крежетом, скрипом и грохотом опустился железный занавес Над историей и над пространством Как видно было из Лондона, Черчилль Кстати, Черчилль выступал в ответ на выступление Сталина Обращение к избирателям Кубишевского района Где он там разгромил весь Запад Черчилль думал, что мы в пространстве отграничены Мы истории, мы оторваны во времени И это и было сказано Василием Розеновым Если брать нынешних авторов Ну нет уже Александра Солженицына Но он об этом писал Только он не был услышан И все пришли, кому полагается на похороны Это вообще выдающийся день Так он же это все написал Он же это сказал У него там есть фраза Что Советский Союз соотносится с исторической Россией Как убийца с убитым Ну что еще, яснее не скажешь То есть это было замечено Но главное, наверное, все-таки Не просто констатация этого события Что из этого вытекает Ну и что? Она была разорвана Ну хорошо, а дальше-то чего? А дальше получается, что мы не можем сегодня решить ни одну проблему Не поняв это Не поняв, что нам нужно определить свою идентичность Понять, в какой стране живем У нас сегодня все перемешано У нас в политике властей есть и советская И антисоветская И российская И антироссийская И западная И антизападная А это несочетаемо Нельзя жить, спокойно ездить на машине Если в городе было правостороннее движение Хотели нам сказать Знаете, два автопарка Мы в качестве эксперимента Переведем на левостороннее Остальные будут То есть есть вещи, которые сочетаемы А есть вещи, которые не сочетаемы Советский Союз возник Из уничтожения исторической России Ленин был не только создателем Как все энциклопедии писали советские Создателям нового учения Новой партии Партия нового типа Он был создателем советского государства А как он его что в чистом поле создавал Он уничтожил ту Россию, которая была И служил советское государство Поэтому они несочетаемы Несоединимы Пока мы не определим свою идентичность Пока мы не поймем, кто мы Мы вообще не можем двигаться вперед Потому что не поймем, какие наши ценности Какие наши герои Какие наши правила Чем я должен гордиться От чего должен краснеть И говорить, да, это было И это моя беда А вот нет такого И значит, а как здесь формировать патриотизм Патриотизм это любовь к родине Если человек не понимает, какая его родина Еще и лишен всякого материального достатка Это перекати поле И плевать им, за кого голосовать Да вообще, какая разница Исчезают гражданские чувства Исчезает гордость за свою великую страну И величайшую историю 12 вековую И переживания, не гордость А тяжелые переживания за трагедию Которая постигла нашу страну То есть, это вопросы самые актуальные И когда у нас идет дискуссия Освенно все это присутствует Да, у нас идет спор А вот восстанавливать памятник Дзержинскому Или нет А вот Ленина из Мавзолея Или не стоит А все-таки наш праздник 4 ноября Или 7 ноября Мы не в Дзержинском не разобрались Мы в себе не разобрались Если мы советские люди Восстанавливайте Дзержинского Если мы россияне Зачем же нам это делать Тогда нужно вернуться в Россию И продолжить российские сигналы Российские никульсы Эта проблема проявляется во всем Проявляется постоянно Знаете, как-то я говорил на эту тему Должен был делать там одну запись И в это время был визит Путина в Болгарию Я смотрю новости Несколько месяцев назад И интервью с болгарами И то, что нам показывают Болгары говорят Слушайте, мы очень любим русских Русские же на ошибке Русские спасли от османского иго Россия спасла болгар От турецкой От туречины И помогла нам И в то же время в Болгарии Шли в это время Антироссийские демонстрации Да, мы спасли болгар От турок Но кто спас Красная армия Или русская армия Которую разогнал Владимир Ильич И создал совершенно другую Кто помогал болгарам Православный царь Или Иосиф Иосифович Который вызвал, как известно, в Москву Георгия Димитрова А потом сказал Тебе надо оперироваться Да нет, нет, надо, надо И действительно прооперировали Больше он уже не встал То есть кто Кому они Кому они Кому они благодарны И кто мы И чем мы должны гордиться Тем или этим Это же несовместимо Вот этих проблем полно Более того Вот проблема, которая возникает В отношениях с нашими соседями Особенно соседями Она в первую очередь связана С тем, что мы не определили себя И когда Скажем, в Эстонии Несколько месяцев назад Стали судить Мэри За то, что он участвовал В депортациях То у нас все Как один журналист И все наши презы Как же Да он же такой старый человек Да он же герой Советского Кого же вы? Стариката А то, что этот мэрий Десять тысяч стариков Молодых Детей Младенцев Женщин Вытурил Содействовал Изгнанию Из Эстонии Никто не извинился За депортацию Хотя, кстати Я сейчас погорячился Я не знаю Может быть Мэрия не участвовала Но никак нельзя Его оправдывать И вообще Пусть суд разбирается А нам надо было Извиниться За депортацию Нашим властям Но власти За это не извиняются Они защищают мэрию Ну так какие же у вас Друзья будут Что же вы хотите Когда В Польше Почему польский президент Кочинский Поехал в Белиси Почему не полетел в Москву Вообще мог бы и в Москву Полететь И выразить солидарность А потому что Потому что Процесс по По Катынскому делу Для поляков Это самая больная точка Он остановлен Расследования нет И потому что Фильм Анжея Вайда Великолепный фильм Анжея Вайда Который Катынь Который нам нужнее Чем полякам Он запрещен Он у нас показывал А что вы тогда хотите Кто вас будет уваживать Кто вас будет любить Если вы такое делаете Извините пожалуйста Свободу по Полякам дал Ленин Ленин Да Это полякам Скажите Я не буду Спользоваться Тут ясно Это первый миг Это первый миг Я Много чего дал И много кому дал Вот если видите Владимир Ильичич Он действительно сделал Несомненно Он между прочим Треть Грузии Треть Армении Отдал Ататюрку Добрый был человек Широкой души И мысль Ататюрк взял Конечно И Ленин Ну что Какая разница Будет республика Совета Всемирный Был великий политик Стратег И будет все равно Советский союз Будет турецкая Советская республика Ататюрк взял Кстати Революция Ататюрка Как сейчас известно Сделана на русские деньги Ататюрк взял эти земли Так они Пока он в состав Не советской России Не постсоветской Как-то турки Уступают А у нас про Польшу Я говорю Ну я вам говорю Вы говорите про Ленин Вы говорите про Ленин Я вам отвечаю Да, вот Ленин Вот это здесь С точки зрения Нормального Российского Гваринина Конца 19 века Польша Совершенно Законно И морально Вошла в состав России В 30-х Годах 19 века Окончательно Уже Окончательно Все это было Закончено В 30-х Годах Ленин Отпустил ее Можно сказать Что не освободил Но он отпустил ее Мы все смотрели Мы хорошо знаем Как Польша Жила в 30-х Годах Точно так же Жила и Прибалтик В 30-х Годах Поэтому Мы хотим Какой Россия Вернулась В той Что тут Катынь Подождите Но все-таки Захват Больше Царской России И Катынь Это количество Разные вещи Мы уже говорили Про количество Погибших Все-таки Давайте про количество Не забывать Это все-таки Действительно Важный фактор Если я вам скажу Что 30 тысяч Погибло При репрессиях Вы скажете Что это чушь Действительно Будете Разгневаетесь 30 тысяч Погибших Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Пригожина Я представляю Живу Руминал Империи Смысл В следующем Я хочу Рассказать Мы хотим Все-таки Полностью Наследовать Мораль И право Которое Существовало В России До 17 Во-первых Польшу Отдал Не лень В 15 Году При наступлении Немцев Мы оставили Польшу Навсегда Это первое Во-вторых Польшу Отдал Машал Фош Полякам Потому что Она была Оккупирована Вся полностью Германской Армии Поэтому Ленин Даже на Брестских Переговорах Не заикался На Польшу О Польше Речи Быть не могло Даже в Украине Там Центральная Рада Свою делегацию Имела Так что Даже к Бресту Польша Не имела Но никакого Отношения К Ленину Польша Не имела Спасибо Я еще хочу Сказать два слова Чтобы быть правильно Понят Если вы поняли Меня так Что преемство С тысячелетней Россией Это значит Возвращение В Польшу Финляндию И так далее Конечно нет Я же говорю Что преемство С учетом того Что произошло За 70 советских лет Еще и постсоветские Потому что Вообще Многое утрачено Так Что уже просто Никогда не вернем Все уже Навсегда В частности Польша Есть вещи Отдельный разговор А что можно Из нашей истории Взять Что восстановимо Это очень большая тема Но конечно Ни в коем случае Я не высказываюсь За то Чтобы вернуться На те территории Которые принадлежали Российской империи Да Это была Самая большая Империя в мире И самая успешная Империя в мире Но Не надо было Тогда Вот 20-й лет Проигрывать Теперь уже Сохранить бы то Что есть Вот Коротко ответ Есть вещи Которые можно Восстановить Которые можно Осуществить Приемство Есть вещи Которые утрачены Навсегда И которые не вернут Теперь я хотел Еще один миф Разобрать Еще один тезис Постараюсь Теперь покороче Утомительно Я думаю Что у нас Совершенно Мифологизировано Представление О Великой Отечественной войне Оно С моей точки зрения Неправильное Но если Назову Несколько тезисов Несколько Пунктов Коротко И один вопрос Постараюсь Чуть подробнее Разобрать Значит Если Всем известно Что 20 лет назад Опубликованы Секретные протоколы К факту Молд-Прибинтров Тогда Уже Как спорить Что война Началась Не в 41 Не в 22 Не в 41 Но она Началась 17 сентября 1939 года Когда Наши войска Вошли в Польшу И Если у нас До сих пор Говорят Наша социальная наука Что это было Освобождение Западных украинцев Западных белорусов А еще тогда Там проведены Массовые депортации И те же Та же Польской армии Это было Участие В фашистском разделе С Гитлером В разделе мира Совершенно другое Происходило Это подтверждается Документами Которые у нас Опубликованы Другой тезис Очень Очень Сложный вопрос Эмоциональный вопрос Глазов Это же Прихвостик Это же Это фашисты Это Прислужники Фашистов Я думаю Что При всей Сложности Вот скажу Ясно Прямо Что Мне Чем Глазов Лично Мне Совершенно Не симпатичен Но Неверно Говорить С моей точки Зрения Что вообще Была война Между Сталином И Гитлером Была Третья сила Было Две Тоталитарные Системы Между Которыми Оказалась Третья сила И польская Польская Третья сила Независима 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 Нельзя 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 Просто Сказать Предатель Когда Как воевали Солдаты У них Впереди Немцы Если они попадают В плен Сталин не подписал Женевскую конвенцию Сзади у них Заград Отряд И приказ Сталина О том Что если он попал В плен Родственников Расстреливать Что это было Но это уже Немножко Другая Другая Значит Вот я считаю Что по прежнему Утверждать Что бандеровцы Фашисты Ну слушайте Это неправда По отношению К этим людям И вообще Прагу освобождили Просите Власовцы Прагу освобождали Власовцы И освобождали Они бились С фашистами И вообще-то Бились под русским Триколором Они под свастикой Это историческая правда И Прагу освободили Конечно Власовцы Это известно Значит нам нужно И здесь пересматривать Еще один тезис Ну очень коротко О запоздавшем О запоздалом Втором фронте Который ничего не решил Вот Ну почему я об этом хочу сказать Потому что я сам на этом попался Вот год-два назад Пушков Который на ТВЦ На московском телеканале Он очень позвонил Слушай Ты вот Не согласен с тем Что Западный фронт Что-то решал Ну как Армия Краева Она уже 4 года билась Когда произошла высадка Высадка в Нормандии Давай Приезжай И ты высыпешь И докажешь Второй фронт Это Запоздало Вот я Я оправдываюсь После этого Я сел за книги И стал читать Разбираться Значит Второй фронт Во-первых Второй фронт возник Не в 44-м году А он возник Англия объявила Войну Германии 3 сентября 39-го года В том же месяце Объявила и Франция Это мы Были с Гитлером Польшу делили В фильме Катыни Хочу все-таки Один сюжет передать Там есть фрагмент Документальный Когда поляки Бегут от немцев Окупация немецкая Они бегут И забегают на мост А с другой стороны Бегут поляки От советских Я не понимаю Те говорят Куда вы А те говорят Там немцы А вы Там советские Вот что происходило С Польшей И вот то это дело Так вот Англия объявила войну В сентябре 39-го года Так же как и Франция И из четырех Важнейших битв Второй мировой войны Битва за Москву Курско-Орловская операция Сталинградская битва И за Берлин Три сражения происходило При прямом взаимодействии Старым фронтом С американцами Потому что Когда началась Наступательная фраза Операции под Сталинградом 19 ноября Там до дня Было согласовано Американцы Начали боевые действия В Африке Когда происходила Битва под Курском Курской-Белгородской дуге И битва под Прохоров Которая мифологизирована Некогда выступает детали Рассказать тебе подробно Два танка было сожжено немецких Это удивительно Женщины вырыли колоссальный ров Наши По приказу А танкистам об этом не сказали Они рванули в бой Проваливались в этот ров Ну это отдельный сюжет Отдельная история Так вот Когда началась Курско-Белгородская битва Американцы высадили 30 дивизий на Сицилии И Гитлер Понимая Что для него Все-таки Италия Важнее чем Курск Две главные дивизии Рейх и Мертвая глава Моментально Вытащил с этого фронта И перетащил туда На Апеннины Так разве это не было взаимодействие Это не играло роли Говоря, что Ротмистрова Сталин вообще хотел разжаловать Но потом он Потому что он неудачно вел боевую операцию То есть было взаимодействие постоянно Зачем же принижать роль других людей Которые вместе с нами бились Чеш говорит, что они ничего не решали Они очень много решили И каждый человек У которого чувство достоинства Он никогда не будет принижать действия других Нужно благодарить за это А у нас все время Второй фронт Он не в 44-м В 39-м Последний тезис О котором хочу сказать чуть подробнее Я до сих пор встретил только двух человек Которые ответили мне на вопрос Так как я думаю Это не значит, что я прав Конечно Дискуссии Тогда я спрашиваю Почему немцы дошли до Москвы? Ну почему? Вот два человека мне ответили на этот вопрос Я спрашивал академиков Ну как? Ну известно Потому что там Ну перевес в силе был на стороне немцев Потому что в личном составе был перевес Потому что неожиданно Вот надо признать Это просто факт Что никакого перевеса у немцев не было С самого начала И до последнего дня войны Перевес был на стороне Красной Армии И в численности личного состава И по видам вооружения По артиллерии, авиации По танкам в разы За 1,42 год Наша промышленность В общем-то наши бабы Дети, которые пасали в Санку Они произвели танков больше Чем вся Германия С 39-го до 45-го Всюду был перевес А дошли до Москвы Почему? Вот я могу ссылаться на много источников Ну сейчас вот новая статья Которую опубликовал Директор Института Российской Истории Сахар Он пишет о большом терроре Пишет, что большой террор Начался не в 36-м А он начался в 30-м году И вот он описывая документы Он пишет, что Там много раз повторяется Что идут разговоры Хоть бы война Хоть бы война спасет Вот пусть война Вот представьте себя На месте тех наших ребят Которые с винтовками Стояли под Москвой Ведь это люди По которым прошелся Красный террор Большой террор Голодомор Депортации Раскулачивание Расказачьи И так далее И так далее Как они могли Биться за эту систему Они не собирали за нее биться Они не хотели за нее биться Они шли в плен Во многих местах Немцы встречали Хлебом солью Считали, что это цивилизованный народ Цивилизованная власть пришла Но оказалось-то все Еще хуже Потому что Гитлер Вообще не ожидал Что будет такое количество пленов Он не собирался их использовать Он 150 тысяч солдат Снял с фронта Потому что надо было А плен сдал за первые полгода 3 миллиона 800 тысяч человек Это 70% личного состава Он не знал Что с ними делать Он 150 тысяч солдат своих снял Чтобы их охранять Чтобы они там не устроили ничего И он их не кормил И эти люди почти все Умерли с голоду И когда эта информация Дошла сюда И когда здесь понял Что там еще покруче Как сейчас говорят Тогда люди стали разворачивать оружие И тогда они повернули И тогда стали бить Потому что больше всего Сталин опасался Что Гитлер На оккупированной территории Создаст временное правительство А Гитлер не собирался Никакое русское правительство Он ненавидел Россию как таково Не с коммунистами боролся А с Россией И с русскими И с российскими людьми И он их уничтожал как таковых И поэтому выхода не осталось В этой страшной битве Здесь много историков Это же известно Что во всех войнах А Россия слава Богу Участвовала в своей истории Очень во многих войнах Война 12-го года Ни одного русского не было у французов Ни одного Первая мировая У немцев никаких русских Здесь были немцы Которые с нами были Обрусевшие И такая ситуация Когда 2 миллиона человек Было в армии Власова Такого в нашей истории не было Это совершенно другое государство Совершенно другая ситуация Люди спасались Вообще не знали Куда деться Это катастрофа И поэтому И бита под Москвой была И в Первой мировой Немцы дошли до Риги И дальше не двинулись А во Второй мировой Великой Отечественной Дошли до Москвы И я заканчиваю этот сюжет Но меня тоже возмущает Мой отец Кстати я не знаю Кто-нибудь Надумает меня назвать Власовцев Но во всяком случае Мой отец воевал с первых минут Он был на самой границе В Литве И до последнего дня Он закончил войну в Праге Поэтому я естественно Не воевал Но Как-то моя семья К этому причастна Но смотрите Ведь после войны Сталин сказал Что в Великой Отечественной Погибло 7 миллионов человек Потом Хрущев сказал Расщедрил 20 миллионов Потом Брежнев сказал 25 миллионов И мы все победили А Горбачев сказал 27 И это все И никто не спросил Слушайте А как вы вообще А что Как вы набрали Сколько же погибло Да и все нормально Это победа Ну а какой победе Какая победа Это величайшая катастрофа В нашей истории Система победила Потому что система Перекинулась еще И на Восточную Европу А народ понес Такие жертвы Которых вообще никогда не было И в этой войне Наш народ потерял Столько Больше Чем все наши союзники Все наши противники И вся Россия До 17 Года За всю свою историю Так тогда И что же вы пишете И сегодня опять говорят О великой роли Сталина И война воспринимается Как самое большое достижение Советского государства Война и космос Это самая большая трагедия Катастрофа В истории Вообще 12 вековой истории Ну как Ну Это же наши Кто за нас Это все будет говорить Кто Американцы Нет Кто Немцы Нет Это наши Это нам нужно В этом разобраться Если они будут говорить То будет противодействие Скажут Что это Будет Нет Нет Эти вещи Мы должны Сами разобрать Выяснить Если вспоминать Конечно вспоминать Еще бы не вспоминать Только это Это трагический день Вообще Если японцы В своей конституции Записали Что Япония запрещается Вести войны Запрещается создавать армию И у них не было вообще армии Но вообще Нам что-то похожее Надо было бы Как-то вот Да Нам нужна армия обороны Вне всякого сомнения Такая страна Как наша Без армии не может Только обороны Больше никаких других ситуаций Будет Последний Последний Миф Который я хочу Затронуть О котором хочу сказать Миф о Хрущевской Оттепели Миф о Хрущевской Оттепели Вот все знают Что партия Сама разоблачила Преступление Пульта личности Что 20-й съезд Поставил жирную точку Под полосой Репрессий Что после этого Все выяснено И так далее И так далее Но наша Социальная наука Как-то Не разобралась И не поставила Такой вопрос А как это На смену Кровавому Тоталитарному Сталину Пришел Либеральный Никита Сергеевич Дело в том Что тот Кто занимается Политологией Профессионально Знает Что тоталитарный режим Сам собой Не либерализируется Так не может быть Так не может быть Чтобы Гитлер Вчера Сжигал Евреев Позавчера А сегодня Погорячился Пожалуй Так не бывает Тоталитарный режим Не может Сам собой Меняться Он меняется Только В результате Огромного Внешнего давления Или Огромного Внутреннего давления И вот о том Почему Произошли Эти изменения У нас до сих пор Думаю Даже здесь Боюсь Что не всем Известно Хотя Я не Извлекатель Истин Я просто Хочу поделиться Той информацией Которая у меня есть С ней можно спорить Так что же Происходило Почему же Лагеря были Распущены И что дальше Из этого Ватикала Что дальше Получилось Дело в том Что В 1953 В 1954 Году Произошли Мощнейшие Восстания В сталинских Лагерях В 1953 Году Евгений Степанович Грицак В Норильске Поднял 20 тысяч Заключенных Шесть лагерей Бастовало 59 дней 69 дней Была Остановлена Экономика А в условиях Плановой экономики Когда одно за другое Зацеплено Если там Нет Угля А тогда Мартены А тогда И все Останавливается Вот Грицак Был Руководителем Восстания В Норильске Игорь Михайлович Доброштан Был Руководителем Воркутинского Восстания Второе Мощнейшее Восстание 1953 Года А в 1954 Было еще и Восстание В Кенгире С Игорем Михайловичем Доброштаном Я общался Он был на первой Конференции Учредительного Мемориала Я его слушал И к сожалению Документов Почти нет И с ним Как-то очень Несправедливо Уступили Я не понимаю Зачем это было сделано Он рассказал Что их самолетом Возили в Москву На переговоры С членами Политбюро Скажем Я разговаривал С Мироном Представитель нашего Архива Он говорит Этого не может быть А мне не важно Допустим Этого не было Допустим Его не возили Самолетом Но восстания Это были И Хрущев С ужасом Видел Как власть Ускользает Из рук Как падает Все Потому что Еще одно Другое Восстание До Москвы Дойдут Не удержат И в Кремль Войдут И подвесят За все места И тогда Он пришел К выводу Очевидно Что нужно Что-то менять И он начал Распускать лагеря Не после Двадцатого Съезда Он начал Распускать лагеря И амнистия Началась уже В пятьдесят третьем Году И целая Цепочка Событий Которая происходила Может быть понята Только с учетом Восстания В лагерях Я вообще считаю Что у нас должен Быть плакат Вечная слава Кингирцам Воркутинцам И норильцам Которые сломали Хребет Тоталитарной системе Своими жизнями За все это заплатили А что происходило Почему началось Освоение целины С какой стати С же сизифов труд Зачем В Казахстане Поднимать Непригодные Для земледелия У нас черноземья Было Потому что Тропики были Потому что Два миллиона людей Самых активных Потенциально опасных Которые могли Мало чего Натворить Их боялись Их выдернули Давай как Новая форма Репрессий Косвенная Если заключенных Просто туда кидали То Этих людей Отправляли На строительство На освоение целины Под лозунгом Победим Догоним Перегоним А что перегонять Вы столыбинскую реформу Продолжите Фермерские хозяйства Создайте И все проблемы Будут решены Целина ничего не решила Мы до сих пор Не справляемся С сельскохозпроблемами Вот Поэтому Это была Это была Форма политических Репрессий Косвенных репрессий Которые были Ответом На восстание В лагерях Почему Началось Массовое Жилищное строительство До сих пор пятиэтажки Не могут смести Но это как раз Хрущев Как раз Правильно делал Потому что Миллионы людей вернулись Им же надо жить где-то Им же Что-то Так же Им негде Просто было находиться И началось Массовое Жилищное строительство Можно Назвать Целый ряд Следствий Которые касаются Не внутренней жизни А внешней жизни Никто не объяснил С автрийцами Обеседовал Чудо До 1555 года Наши войска Были в Австрии В 1555 году По инициативе Из Москвы Вдруг им Предлагодарить Это о нейтралитете Подпишем Мы с удовольствием Мы всегда готовы Подписали договор О нейтралитете Австрии Войска вернули В СССР Это потому что Восстания были Потому что Боялись Что убегут Все эти войска И все остальное Между прочим В Финляндии Единственная страна Которая уцелела Из соседних Все же наши соседи Моментально оказывали Соцлагерь И строенными рядами Строили светлое будущее Финны О чем у нас Я вообще ни разу не читал Мне финны рассказали Они 10 лет после войны До 1555 года Все боялись Что Ну придется Строить коммунизм С 1555 года С 1556 Нет Не надо Добрые советы Из Москвы Не надо Сделайте Вы нейтральная Точнее говоря Вы страна Стремящаяся к нейтралитету СССР не признавал Нейтралитет В Финляндии А Страна Стремящаяся к нейтралитету То есть Если надо Она будет В другую сторону Стремиться Но С социализмом Там Покончили Всех Немецких пленных Японских пленных В 1956 году Выпустили Потому что Опора на силу Больше Больше не действовала Больше не была Надежной Можно и другое сказать А почему С конца 50-х годов Начались конфликты С Компартией С братской Компартией Китая А вот потому что Все восточные Европейские страны Они с удовольствием Либерализировались Они-то еще лучше Нас понимали Что не усидят В этих креслах Их генсики А товарищ Мао У него Надежное было КГБ Там Грицака Так прижимали И Доброштан Что не пикнешь А зачем Либерализироваться С какой стати И когда сегодня Наши Горе-политологи Чудаки На букву М Рассказывают нам По телевизору Вот видите китайцы Они же И портреты Мао Вот они же Не отказывались Отвести Они уважают Мао Не припекло Припекло бы Так отказались бы Вот у нас Это слава богу Произошло Поэтому Вынуждены отказаться Да не совсем Да вот То да То нет Да вот То он Великий менеджер Понимаете А то он Кровавый Тиран Короче говоря Я заканчиваю Добавлю только Что Отказавшись От физического Террора Вынуждены Еще партия Приписала Накит Сергеевич Себе приписал Эти заслуги Это партия Сейчас партия Это же партия Все это вела До 53 года Эта партия Руководила Репрессиями Самоубийствами И так далее А тут она вдруг Прозрела Да Зачем вы себе Прихватываете То, приписываете То, что вам не предъявляют Это народ Даже в тоталитарной стране Историю творит Народ История делает Наш народ Вот эти люди Которые принимали лагеря Они и освободили нас От тоталитарного режима Но с этого периода Крущев перешел В истории страны Начался другой этап Большой террор Я согласен Как раз с Ахаром Человек очень осторожный На самом деле Но тем не менее Он написал в этом журнале Это сентябрьский номер За этот год Журнал вопроса истории Он уже начал исчезать Из библиотеки Я не сразу его дослала Нету Другой есть Но он пишет Что большой террор продолжался Не в 1936-1937 А с 17-го До 1953 И так оно и есть Назови журнал Журнал вопроса истории Номер 9 Сентябрьский номер За этот год Вопросы истории Да Вопросы истории Я советую почитать Потому что там Столько Столько Всего приводится Там несколько фраз Конечно звучит Дежурных Но директор института Он пишет И вот этих людей Да что же они такого Антисоветского сделали За что же эти 100 тысяч За что же Они же не выступали Против советского суда Не надо Они конечно Они не выступали Вообще выступали То есть Когда говорят Что в лагерях сидели Невиновные Я например Не согласен Они перед Россией Невиновны Они перед Сталиным Виновны Они не принимали Этот режим Не пытались Каким то образом Бороться Но это там Три фразы Это можно понять Но материал Очень интересный И новый И новый И физический террор Был уже невозможен Я думаю Что это понятно Всем И не только нам Вот И вернуться в лагеря Невозможно Потому что Это заканчивается Катастрофой Но начался тогда Особая Другая полоса В российской истории В советской истории Начался Информационный террор Когда Люди Свободных Лагеря не сажают Рот открыт А сказать Можно только Слава КПСС Больше ничего Сказать было нельзя И это продолжалось До перестройки Когда исчез сам язык Горбачев Это просто говорить Невозможно И сигналом Индикатором Показателем Было то Как Юрий Петрович Любимов Поставил В театре На Таганке Бориса Годунова Пушкина А ему запретили Пушкина Запретили Все Языка нет Потому что Там возник Механизм Неконтролируемых Ассоциаций То есть Человек Мог говорить О природе О погоде А у всех Да Понятно Что имеется ввиду И все И поэтому Началась перестройка Но это уже Другой этап Заканчивая Я скажу Что нам нужна Новая социальная наука Нам нужна Революция в социальной науке Без этого Мы свою страну Не поймем А не поняв Не сможем ничего сделать Вот теперь я готов Ответить на вопросы Если они возникли Споры Другой этап Другой этап Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok